Напомним, машина с двумя пассажирами бесследно исчезла. Как сообщали официальные источники, в рамках расследования уголовного дела велись поиски пропавших пассажиров 92-го и 89-го годов рождения. Тогда же участники Касимовской группы ВКонтакте призвали к поиску волонтеров. Запись была следующая. 6 ноября пропали без вести молодые люди на автомобиле ВАЗ-2108 с надписью «Боевая подруга» Екатерина Маркова и Николай Кожин. Ко всем, кто располагает хоть какой-то информации об их местонахождении, просьба сообщить в органы по номеру 02 или написать в комментариях. Родители очень переживают. Искали долго, привлекали спецтехнику, подключили даже экстрасенса. Провидцы тут же рассказали, что Николая и Катю похитили, они находятся в каком-то доме. Машину разыскивали в ВАКе с помощью эхолота. Вот гидролокатор. Собственно, сам излучающий блок находится. Вот он здесь сюда вставлен, чтобы удобно было. Блок обработки является компьютер. Там программа стоит. У него принцип работы следующий. Он в ультразвуке излучает луч 30 градусов по горизонтали и 20 градусов по вертикали. Как бы высвечивает, как фонарь, высвечивает все объекты, которые находятся на пути этого луча. Все тщетно. Восьмерка с надписью «Боевая подруга» растворилась во времени и пространстве. В эту субботу машину нашли. Случайно. Причем рядом с Касимовским причалом, неглубоко под водой. Не понадобились ни эхолоты, ни водолазы в спецскафандрах, ни ясновидящие. Автомобиль обнаружили подростки, рыбачившие у доброкадера. У одного зацепился крючок, ребята нырнули и увидели под водой злополучную восьмерку. Позже, когда полицейские машины достали, в салоне обнаружили два тела. По всей видимости, погибшие это Екатерина и Николай. Расследование уголовного дела продолжается.